Чтобы вот те товарищи, которые сегодня зарадствуют в интернете пошли бы и посмотрели, в каких условиях работали люди в условиях не только, где там эта грязь, постоянно идут обвалы, да но и безопасность людей в любой момент могло обвалиться все это, да, и техника могла уйти поэтому надо было выяснить всю ситуацию, определиться для этого нужно было время, надо было остановить этот огромный поток воды каким-то образом применялись различные методы, потом нашли в конечном итоге вот, сделали, устранили вот сейчас ведутся последние работы все стыки сварены сейчас заварят вот эту шалыгу там люк на камерище и все, и буквально через 2-3 часа начнется запуск в первую очередь, конечно, вода подается в жилье и на крупные районные котельные но представляете, 150 метров как минимум 15 стыков это длина шва 3 метра варить надо в 2 шва это как минимум на один стык уходит полтора часа сварщики менялись все время то есть круглосуточно люди работают и работали я говорю, я еще вас возвращаюсь меня поражает вот это злорадство это какое-то вот неуважение к своим согражданам жителям своего города когда там начинают рисовать страсти когда появляется объявление вода раньше 6 ноября у вас не будет ну это разве так можно я обращаюсь к жителям Волгограда мы должны сегодня низкий поклон сделать работникам жилищно-коммунального хозяйства тем вообще людям, которые сегодня там работают и это делают благодаря их, не побоюсь этого слова, героизм который они сегодня совершают чтобы жители двух районов города Волгограда получили тепло и воду и в первом этапе он был в районе